Ты же не любишь клетку, ты сказала, что ты не любишь клетку. Даже МЧС смс-ку прислали. Я пью успокоительное. А кто это у нас на пылесосе тут ездит? Смотрите, здесь у меня сколько всего. Такая красота у нас получилась. Мрак прям. О, трындец. Спасибо пространству. Всем привет, мои хорошие. Мы вернулись с Москвы. И это первый день наше возвращение из Москвы. И это первый день наше возвращение из Москвы. Сейчас мы едем к бабушке, к маме моей, к Даниной бабушке за Милочкой. Я искупалась, привелась в порядок. Я еще сегодня буду видео снимать. Мы первым делом приехали с Москвы, вообще навели порядок. Потому что когда мы уезжали, у нас такой погром был. Мы очень быстро собирались, что-то опаздывали, что-то то, то, то забыла. У меня все вот так, вот так, вот так. Но в итоге все дома чистенько, уже уютненько. Мы чистенькие, собранные. Так что сейчас едем за Милкой. Я одела жилетку, кстати, нормально. А Деньку все-таки тепло одела. Я вспомнила, что когда мы шли сюда с чемоданами утром, прям такой морозный ветер, знаете, и прям вообще не тепло у нас. В Москве мы когда уезжали, было теплее, представляете? У нас еще и дождь, и еще ветер. И временами очень сильно, даже МЧС смс-ку прислали, что будет сильно ветер. Поэтому сейчас быстро до мамы. У нее там что-то вкусненькое есть. Там что-то она готовила. Покушаем, возьмем Милку и поедем домой. А все дела такие я уже оставлю на завтра, на рабочий день, потому что сегодня еще выходной. И я думаю, почта работает, не работает. Там посылку надо забрать мне с другого места, работает, не работает. Звоню, нигде трубку не беру. Думаю, ну, наверное, никто не работает. Зуб потеряла. Тоже надо записаться. А у моей плотная запись. Не знаю вообще, как она сможет сделать, не сможет отреставрировать. На ногти записалась, такая вся какая-то, приехала. В порядок надо приводить себя. Но на ногти тоже плотная запись у мастера моего, поэтому записалась на четвергашь, вот ногти делать. Ну, пока нормально, так задалека. Вот, в общем, машина прогрелась, поехали. Вот там, смотри. Милочка. Милочка. Эдэнь, а разоваться не учили тебя? Кто? Ты чё? Иди ко мне. Иди ко мне, девочка. Она, наверное, обиделась. Девочка. Иди маме нещи. Мама соскучилась за Милой. Мама. Иди. А кто-то там на поправился так. Ты испугала. Клёню макрою. Мы так скучали. Мы так скучали за Милой. Мама. Да, Леся, милая. Ты испугался. Ты призналка, мам? Всё, давай поставим Милочку. Попусть. Всё, пусть идёт. Такая непонятка. Мама. 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 Что там? Тихо, я в сумме. Что там холодно? Горы. Мама. Пришла я забирать тебя. А ты прям потяжелела, потолстела. Бабуля тебя кормила. Да, хорошо. Есть. Мы всё внимание акцентировали на Милу. Привет, бабуля. Привет, привет. Ну как вы тут с Милочкой? Что, наконец-то голос отдала. Да, да, всё узнала, признала. Она, кстати, первую, вторую. А что у тебя в туалет? Вы тут стояла? Да, она в туалет боится заходить. А, в туалет боялась заходить. Ну, вот это иногда кто-то зайдёт осторожно. А, это Денька, это Денька себе вообще-то достал, не Милке. Ему нравится. Ему нравится. Милка реально поправилась, реально у неё морда. Я уже смотрю, кабасит. Главное, пузо, чтобы не висело. А как так? Почему она дома столько не ест? Она тут же сильно не бегает. Она так чуть-чуть может бегать. А, но дома она жир растряхивает с Денькой. И всё, она поела, повалялась, поспала. Встала, поела, повалялась, поспала. Ай, гумами, наконец-то, гумами. Смотри, маму завезём зерсти. И пофиг, да? И пофиг. Что, моя девочка? Ну что, у вас там же хоть есть где разбежаться. Да. Ты нас будешь подчивать? Я тут сказала, что у тебя вкусняшки какие-то ты наготовила. Вкусняшки? Картошечка с... Да. Всё буду. Я ничего не готовила. Только поубиралась. А вы их помыть не хотите? Хотим, бегим. Идите мойте руки. Я, кстати, так интересно уложилась. Сейчас смотрю, вот шапку одела. Я обычно уложилась. Я всё внутрь сделала, а чёлку сделала назад. Чтобы она вот как бы здесь была. А сейчас шапку одела. Пока вышла, то всё. Я сейчас смотрю, как-то они интересно так лежат, волосы. А, и ещё сегодня необычно я сделала все волосы. Так как у меня их мало, они профилированы. Сейчас их меньше в два раза по плотности, да, и по объёму. Я намазала их съёз для объёма волос полностью все. И они такие прям, ну, объёмчик на голове появился. Не буду это делать. Ну что, мамочоли нас немного провожает. Да. Милочка там мурлычет, сидит громко, как трактор. Я понимаю, что она счастлива, что едет домой. В общем, пошли мы домой. Бай, пока. Спасибо, мамочоли, за вкусный ужин. На здоровье. Было вкусно. Ну что, мы поднимаемся домой. Сегодня гулять тусить не будем. А там кто у нас, Милка? Мяучка. Мяучат всю дорогу. Денька вон шарик оторвал в аптеке. Делать себя против аллергии. Так, пришли домой. Первый раз за всё время чищу. Представляете, год уже ни разу не чистила. Я нашу эту посудомойку. Короче, я включила интенсив. Полчаса прошло. Горячая вода. Теперь я засыпаю специальное для зануси средство. Я так понимаю, его надо прям вот там вот засыпать на дно. Так я понимаю. Первый раз это делаю. Вроде всё. И продолжаем. Сейчас мы с вами будем распаковывать ещё одну посылочку. Я готовлю своему брату подарок. Точнее, их семье. Брату, невестке. Робот-пылесос. И здесь новый робот-пылесос. Сейчас откроем, посмотрим. Так, внутри посылки у нас вот такая вот коробочка. Снимаю без Дэни, потому что он у меня обожает робот-пылесосы. И не дал бы мне снимать. На самом деле, я думаю ещё, какой пылесос дарить ему лучше. Вот такой, как у меня. Вы видели в последних, да, влогах. Либо вот этот. Сейчас я его просто затестирую. С вами мы посмотрим. Вот инструкция здесь есть. Такая коробочка. Потом я уже решу, какой я ему буду дарить. А вот теперь у нас Милочка вместо пылесоса. Она тоже любит пылесосик. Так, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь у нас входит пылесос. А, всё как запечатано. Вот на что я хотела обратить ваше внимание. Это станция подзарядки. Это у нас сменная что-то для мытья. И вот сам пылесос. Сейчас всё распакую. Смотрите, какой стильный, классный пылесос. У нас такое всё сенсорное. Тут такое всё красивое. Невозможно. Вот так внутри у нас турбощётка, колёсики, датчики всякие. Кстати, щётка вот она. Ходит здесь в комплекте. Мы ещё саденем. Слушайте, я в первый раз вижу такой тоненький. Смотрите, контейнер для воды. Он такой тоненький. Прям вообще. И, в общем, вот так у нас из микрофибры здесь находится на присосочках. Вот так вот. Снимается, вот вытаскивается. Всё. Сейчас нальём водички, попробуем попылесосить. Посмотрим, как он работает. Так, ещё в комплекте. Это у нас зарядник. Вот он. И вот эта вот станция зарядки. Котя моя, котя. Всё, заряжается. Сейчас он пока зарядится. Я налью сюда водички. Видите, какая плоская. И мы с вами попылесосим. Инструкция у нас на русском языке, что хорошо. Я сразу смогла здесь уже опознавательные знаки какие-то сделать. Вот эта вот кнопочка у нас для локальной уборки. Это включение-выключение. Это возвращение на станцию подзарядки. Вот это вот у нас лазерный датчик LDS. А здесь у нас датчик края. Ну, то есть, если на поверхности где-то высокая будет находиться, чтобы не упал. Здесь также находится противоударный буфер. И спереди у нас находятся 3D датчики препятствий. Вот. Раз, два. Здесь у нас открывается крышка. Здесь у нас есть датчики. Вот это перезагрузка, сброс настроек. И Wi-Fi датчик. Здесь вот можно убрать, почистить наш мусор. Ну, здесь сейчас все чисто. Так все стильно, черно. И щеточка, вот смотрите, еще для очистки находится, чтобы не потерять ее вот здесь. Итак, можно управлять роботом-пылесосом с помощью MyHome приложения. Но я сейчас еще пока его не подключила, не законнектила. В принципе, все достаточно просто, как и со всеми другими пылесосами. Сейчас я просто его включу. И мы посмотрим, как он убирает. Робот начинает моппинг. Несмотря на то, что... Какой он шустренький. Несмотря на то, что контейнер для воды плоский, он очень вместительный. Я налила туда достаточно много воды по сравнению со своими другими пылесосами. Работает достаточно тихо. Очень маневренный, я смотрю. Прям вообще он четко знает, что делает. У него куча датчиков со всех сторон. У него очень хорошая мощность всасывания. 4000 па. Вот, смотрите. Опа-опа, пошел. Чистить углы. Сначала, как мне нравится, он убирает по углам, а потом зигзагом убирает всю поверхность. Кстати, я смотрю, что он на одном месте прям елозит и елозит. Он, если видит, что достаточно загрязненное, он прям по второму кругу сразу же проходит. Такой черный стильный пылесос. Я спрошу у брата, какой ему больше нужен, черный или белый. Пока он убирается, вы можете пройти по ссылке под видео, которое я оставлю, и более подробно прочитать про этот пылесос и его преимущества перед другими пылесосами. Также скидка, вся информация будет под видео. Можно приобрести его даже со скидкой. А кто это у нас на пылесосе тут ездит? В общем, отлично помыл наш робот-пылесос полы и вернулся на станцию подзарядки. Заряжается дальше. Дома у меня достаточно чисто, поэтому пыли немного все равно собрал. Это хорошо. Пойду вытрушу, пусть заряжается. Ну что, мои хорошие, первый день дома прошел спокойненько. Я на самом деле много успела сделать и вообще все как-то в целом не напряжено было. Даже сегодня сделала то, что уже собиралась сделать год. Как-то села и сделала наконец-таки для мамочки моей кое-что очень важное для ее видео, для ее работы. Наконец-таки. Не буду говорить, что, просто стыдно уже. Давно обещала. А сегодня сделала очень быстро. Я рада. Вот. В общем, все, что хотела, сделала. Единственное, что хотела снять видео сегодня, но не сняла, потому что подумала, что лучше завтра, Даньку, в садик отправлю и спокойненько займусь съемками видео. Вот. А так все по плану. Снимаем сережечки. Отдыхаем. Я после поездки еще отдохнувшая. На самом деле, по-разному всегда с поездки возвращаюсь. Эта поездка была прям классная. Всем доброе утро. Время у нас без пятнадцати. Без пятнадцати восемь. Я пью кофе. Денька есть молочный ломтик. Потише. Потише я сделала. Хорошо поспали. Мы вчера легли в десять часов. Денечка быстро уснул. Я тоже быстро уснула. Все хорошо, засыпала спокойно. На ночь у меня были успокоительные. И на ночь у меня были эти противоаллергенные. Поэтому, в принципе, я хорошо заснула. Еще я вчера съела просто на ночь три вафли бельгийские огромные с медом и с двумя кружками чая. Проснулась худая. Живота нет. Я, кстати, похудела за эти дни так хорошо, что хочется подзагореть и подзаниматься. Так что я счастливая стала. Сейчас отведу Деньку в садик. И есть у меня кое-какие планы. Я хочу к врачу попробовать попасть к терапевту. Только у нас есть хороший терапевт в бесплатной клинике. Но я хочу попробовать к нему попасть платно, чтобы не брать номерки, не стоять в очереди. Хочу заехать узнать. Потом хочу заехать в торговый центр, где я мерила кроссовки. И что-то они мне не звонят. Вообще они сказали, что через неделю привезут. Может, они привезли мой размер. Еще мне нужно забрать посылку с почты и посылочку Фоберлик надо забрать. И прийти домой снимать. А успокоительные я, кстати, пью, потому что когда начинаются приступы у душ, я такие, знаете, ну типа дышать нечем. Начинаются приступы паники. И вот, чтобы я не нервничала, успокоилась, я пью успокоительные. Ну, вчера выпила первый раз. Молодец. Сижу я такая, смотрю, топ-модель по-русски, пью кофе и думаю, сейчас, сейчас надо встать уже и ехать. Уже проштудировала, куда буду ехать. Там нужно для видео, для, в общем, набрать, туда-сюда съездить. И все, встать не могу. Думаю, сейчас досмотрю топ-модель и в итоге свет выключают. Все, все, все потухло. И что делать? Одеваться и ехать. Спасибо пространству. Вышла, посмотрите, какой у меня лучок сегодня. Такая рубашечка, клетка такая, красно-черная. Я ее одеваю, надеваю, одеваю. В общем, я ее одела-надела. Выхожу и читала комментарии только сегодня под распаковкой на втором канале. Распаковка Василек. И пишут первым же делом. Ты же не любишь клетку. Ты сказала, что ты не любишь клетку. Зачем ты ее берешь? Вот взяла вот эту вот клеточку. Взяла там шорты в клетку. Еще там что-то, по-моему, взяла в клетку. И типа пытаются поймать меня, что я что-то говорю не то, и мои действия не соответствуют. Мои слова не соответствуют моим действиям. И мне все время так смешно, что настолько люди хотят порой найти что-то, да, вот несоответствие. Может быть, я им кажусь такой идеальной какой-то, с такими какими-то правильными взглядами, что они думают, такого не бывает. А, вот, она сказала, клетку не любит, а клетку берет. Ох, обман вообще. Ну, я бы сказала погрубее. На обманого, да, конкретно. Это просто я вообще не соответствую. Слова действиям. Вообще. Это же ужас какой-то. Как можно так? Я смеюсь. Я не люблю клетку. Да, я не люблю клетку. Но я не люблю ее. Ну, в плане не люблю ее, опыт показывает. Что я ее не ношу, потому что мне не нравится. Я отдаю предпочтение простым вещам. Но это не значит, что я ее никогда не одену и никогда не куплю. Я не знаю, ну, блин, мне так смешно от этого иногда. Думаю, ну, как вот, как так, так буквально слова вообще чьи-то воспринимать. Если бы я сказала, что я никогда не куплю клетку, я ее ненавижу, не переношу на дух. И чтобы я купила клетку, отрубите мне руки. Вот так, может быть, да. И то, опять же, есть девочки, которые понимают, да, там, ну, да, сегодня такое настроение, ненавижу клетку терпеть не могу, тошнит. Все выкину из дома, да. Проходит там какое-то время, находишь какой-то классный бренд, там немного клеточки. И ты такая думаешь, вау, хочу, хочу, люблю, люблю. А потом раз со временем вообще начала. И вообще я розовый не любила раньше цвет, чтобы вы знали. Розовый цвет не любила раньше. Мне казалось, какой-то приторный, кукольный. Куда? Нет, надо быть посерьезней. А в какой-то момент меня нахлыстнуло, я не могу вообще. И я просто, если вижу розовый цвет, мне порой вещь даже не нужна, а розовый цвет меня притягивает. И у меня очень много розового гардероба. Вот что касается клетки. Я ее не люблю. Не люблю, потому что опыт показывает, что я ее не ношу. Клетка и полоска. Хотя мне нравится, когда я смотрю на какую-то модель, мне нравится и клетка, и полоска. Я думаю, о, куплю. Я покупаю, и оно просто лежит. И потом я это отдаю. И по опыту я смотрю, что клетку я не люблю носить. Ну, как правило. Да, это не мое. Я уже перестала ее как бы покупать и брать. Но иногда есть какие-то вещи, которые мне очень нравятся. Как, например, вот эта вещичка. Ну, просто для тех, кто пытается поймать меня за хвост. Несоответствие слова действия. И почему бы нет? Я ее заказываю, она стоит недорого. Я ее заказала, чтобы одеть пару-тройку раз. Может, фотосессию какую-то сделать. И потом отдать. То есть это не та вещь, которая будет постоянно в моем гардеробе. Это must-have. Типа того. Нет, клетка, она как бы быстро мне надоедает, приедается. Типа того. Ладно, поехали. Еще, кстати, у меня была поездка в Москву. И вот я предвкушаю комментарии, которые будут под предыдущим влогом. Кто не смотрел поездочку в Москву, посмотрите, как я люблю время проводить в Москве. Просто мне уже кто-то писал в инстаграме, да, что, типа, торговые центры, а где вы еще были, куда-то еще, может быть, хотели бы сходить в Москве и так далее. Может быть, кто-то не знает, что я в Москве прожила. Десять лет, десять лет я была в Москве, где можно и нельзя. Но в первую очередь, конечно же, где мне интересно. И я очень люблю торговые центры. У нас в Ростове торговых центров, ну, куда я хожу в основном, только два, в которые вот я хожу, мне нравятся они большие, комфортные. Там один есть большой, но я туда не езжу, он далеко. А в Москве я очень люблю торговые центры, я люблю центральные улицы какие-то, я люблю рестораны. Но в ресторанах очень много денег уходит, и тоже вообще в кафе, в ресторане сидеть время терять, особенно когда ты ненадолго приехал. И одно из любимых моих дел – это шопиться. Вообще, куда бы я ни поехала, это шопиться, это что-то купить себе. Ты из вещей привез ты откуда-то, мне вот нравится сам факт, привоза вещей откуда-то. Ну и вообще масштабные такие торговые центры, да, там что-то переделали. Мне интересно бывать, где я столько времени проводила в Москве, много, смотреть, как все изменилось. Улицы, на которых я жила, ходила, гуляла, торговые центры, в которых я тоже время много проводила. Один из них, Адриум, например, да. Мне интересно наблюдать за этими всеми изменениями, почувствовать энергетику, которая там раньше, да, вот так вот. Поэтому сейчас, за короткое время, когда я приезжаю в Москву, ну как бы музеи я не люблю, в принципе. Я люблю театры, и из театров я еще предпочитаю мюзиклы. Но опять же, ну как-то не сложилось. Если бы, может быть, я одна поехала бы в театры, если бы, может быть, я одна поехала в Москву, я бы смогла как-то более интересно. Хотя я забыла, блин, представляете, мы два дня собирались в этот аквариум большой, в Москвариум поехать. Их там три, оказывается, я даже узнала, билеты недорогие, там детские восемьсот, взрослые тысяча. Но это вот недалеко от Крупса, по-моему. В Красногорске, город Красногорск. И, блин, Берсаляйте, и что-то у нас так, ну мало дней было просто, мало дней. Мы так хотели поехать туда. И просто переменились планы резко, и я потом забыла уже. После того, как в гости к Тати съездили, я забыла вообще обо всех планов. У меня такой сразу лает. Ну ладно, ничего, еще поедем. Иду в торговый центр «Горизонт», у меня опять села батарейка. Хотя было три деления, сейчас ноль. Первым делом кушать, я очень голодная. Я лечу вся, спешу, поэтому я вкуснолюбови заказала соляночку, чтобы быстренько поесть. Вот две минуты они мне приготовили, и дальше пойти. Времени мало, поэтому фастфуды выручают в быстроте. Еще я купила обувь, которую очень хотела. На втором канале, ссылочку оставлю под видео. Можете заходить, смотреть распаковочку. В общем, атмосфера пустого торгового центра, как вы знаете, зачетная. Обожаю. Чуть-чуть походила, купила то, что хотела, и еду домой. В общем, не буду долго здесь тусить. Какая-то я после поездки еще до сих пор такая, знаете, как Кристина говорит, облако. Облако, я облако, реально, хожу как облако. Хотела это, вообще, блин, взять. В итоге взяла жидкость, потому что жидкости я дома не готовлю. Ну, там, супы, борщи, такое все, всю сухомятку. В итоге поняла, что я наемся с одной. Наелась. Дико захотела сладкого, прям дико. Но уже я отовсюду отошла. Думаю, блин, возвращаться опять, пол торгового центра, обратно. Думаю, ладно, по дороге. Сейчас понимаю, что я буду ехать по дороге, и Макдака там не будет у меня. Мороженка моя любимая, Макфлури. И еще, блин, забыла ребенку взять. Тоже хотела ему взять блинчик с сыром, встретить его с блинчиком с сыром. Ну, короче, сейчас зайду в магазин и сделаю ему тогда тосты с сыром. Он их тоже любит. Скоро уже за малышу. В общем, надо все вещи забрать, собрать. Я тут кучу накупила всего для видео, для вас. Так что скоро смотрите на втором канале. Еду домой. Смотрите, какое выезжаю из торгового центра. Небо просто синее, смотрю. Чувствую, будет мрак вечером. Прям вообще оно черное. Мне кажется, там что-то происходит. Вот, смотрите, даже мы на перепутье. Видите, слева ясное небо, а справа мрак прям. О, трындец. Вы видели? Офигеть. Ну, а вот вам и дождик, девочки. И мои скрипучие дворники. Все не поменяю. Дождик усилился. Это район Чкаловский. И даже дворники перестали скрипеть от количества воды. Ну, как прошел мой день. В принципе, все хорошо, все по плану. Единственное, что мне так тяжело было сегодня настроиться и снимать видео. Ну, это немножко после отдыха. Причем у меня в первой половине был такой настрой. И вчера такой вечером был настрой. А когда мне надо вот, ну, поделать дела какие-то, мне как-то вперед хочется то, то, то сделать. А потом уже всем скопом все снимать. Вот. Но так как надо делать, время поджимает. Вот. Я, конечно, заставила сегодня снять себя два видео. Вот. И завтра мне еще нужно поехать. Что-то на почту, я смотрю, пришла посылка. И написано, что она еще вчера утром выехала с сортировочного центра. Но вчера был выходной. И, возможно, как бы где-то в пути, что ли, там застряла она. Но сегодня целый день почта работала. И сегодня за целый день, что не привезли, что ли. Может, накопилось за выходные, я не знаю. Ну, как-то странно. Просто обычно, когда написано, что посылка покинула сортировочный центр, это значит, что, ну, днем она уже будет на почте. А ее нет на почте. Я переживаю, чтобы не затерялась моя посылка из Китая. Вот. Ну, ладно, ждем. Все, сейчас время полдесятого. Деньку сейчас буду укладывать спать. Завтра новый день. Новые свершения. Сейчас умылась. И, кстати, 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 нанесла маску с магазина Люси. Я к ней ездила в Москву. Кто смотрел мои уже видео с распаковкой покупки в Москве на втором канале, те видели. Она мне подарила. Ну, я там у нее кое-что взяла в магазине. И она в подарок мне дала такие крем, ночной крем для лица. Как бы не крем, а маска несмываемая. Вот я сейчас умылась и нанесла эту маску. Блин, такая классная кожа. Надо будет попробовать еще тыковку другую. И я бы вот такую масочку себе бы тоже взяла на ночь. Прям кожа мягкая такая. Классно. Все, спокойной ночи. До завтра. Мы идем в садик. Дэнни радуется? Дэнни радуется в садик? Ты рад в садик идти? Да. Та-а-а. На улице дождь. Я его одела тепло, потому что холодно. Блин, я вообще легко одета. Капает зябко так. О, видите, припрыжку. Счастье такое. О-о-о. По лузам, в кроссовках. Ну что, доброе утро. Как вы видели, Дэнни счастливо ушел в садик. Очень быстро мы просыпаемся. Сразу чуть водички попил, умылся, оделся. И уже в припрыжечку. Ну, бывает не в припрыжечку, бывает спокойно идет. Но садик любим. Все, я сейчас пришла. У меня на самом деле есть дела, которые нужно быстро сделать. Прям вот в первой половине дня. Сейчас я им займусь. Ну, а потом уже с вами свидимся. На улице, кстати, холодно. Аж даже заморозились у меня немного руки. И это хорошо, что я его тепло одела. Можно даже было ботинки одеть. Но просто, может быть, это утро. Днем обычно распогодивается немножечко. Теплей становится. И у меня ребенок такой... И у меня ребенок такой весь тепло одет. А на улице там солнце и тепло. Поэтому, ладно, пусть будут кроссовки. Если что, нижний этот можно снять. И просто в куртке. Короче, пошла. Так, завтрак у меня полвторого, блин. И я еще не ела. Я сейчас сделаю завтрак вот такой вот. Пусть будет две. Вот так вот колбаски. Две. Потом сверху я сделаю авокадо. Сверху помидорчик. И лист салата. Слушайте, такая я была голодная, что сделала некрасивый в итоге бутерброд. И съела. Просто запихала все в рот. Наполовину. Наполовину не доделала. Все. И просто вот так вот спихала. Потому что уже полвторого дня было. И я ни разу еще не ела. И кофе пила. А кофе, он еще голод. Ну, как бы она поутру нормально. Есть не хочется. А потом, когда голод настается, там вообще диккий голод. Короче, хотела красивый бутербродик сделать. И вам подснять. Но в итоге я вам сняла. И давай сразу выпихать в рот. Думаю, ладно, потом расскажу, какой он был вкусный и красивый. Короче, я потом еще добавила помидорчик и лист салата. Но вкуснее было просто тост. Просто вот это вот карбонат. И сверху выложено авокадо. И все. Вот ничего. Потому что помидор, он уже свой в какой-то вкус дает лист салата. И забивается. А вот, ну, хлеб, мясо и авокадо очень вкусно. Вот. Сейчас я планирую привести себя немного в порядок. Может, успею что-то подснять. И потом иду за посылочкой в Фаберлик. И надо что-то выяснять мне с посылкой из Китая. Потому что она до сих пор еще нет ее на почте. Уже два дня. Мне кажется, это что-то такое могли потерять. Ее там по дороге где-то. Я переживаю. Вот. И за Денечкой в садик потом идем. Так что еще смотрю себе. Секрет на миллион с Волочковой посмотрела. Вот. Ну, нормально. Зашло. Фух. Ну что, мои хорошие. Забрала я Деньку. Опыт начинается. Забрала я Деньку с садика. Счастливый такой, довольный. Там два человека осталось. Я припозднилась немножечко. Потому что отправляла там посылку. И письмо точнее отправляла. И получила свою посылку. Она, оказывается, у них отображалась. Так что все нормально. Нигде не потерялась. И в Фаберлик у меня просто огромных два пакета. Две коробки огромные. Будет огромная распаковка. И там такая шляпа у меня с полями. Посмотрите на втором канале. Смотрите. Здесь у меня сколько всего. И шоколад, и чай новый буду пробовать. И шляпа очень крутая пришла. Но эта распаковка будет у меня на втором канале. Сейчас покажу, что будем пробовать с вами. Я сейчас готовлю курицу. И вот такая новиночка Фаберлик появилась. У них очень много разной соли. Вот это соль датская, подкопченная. Еще один вариант соли я взяла. Как раз готовлю курицу и думаю, дай приготовлю. В общем, сюда я сейчас добавила майонез. Потом острые чили сладкие. И вот подкопченная очень вкусно пахнет на самом деле. Вот хочется мне добавить такого аромата, знаете, к нашей курочке. Вот так вот прям посолю. На вкус соленая, подкопченная. Не знаю, что это будет. Сейчас приготовим, узнаем. Все, кладем нашу курочку с картошечкой и грибами. И с нашим подкопченной солью в нашу духовку. И засекаем 45 минут. Поехали. Ну что мы хорошие, мы готовимся ко сну. Мои кашель еще пробиваются. Сегодня активненько пробивался. Все, никак не могу позвонить терапевту. Я такая, да. Вот на самом деле не столько вот зубы надо сделать, да, там терапевту сходить. И это не столько проблема на самом деле финансово, сколько проблема найти время на это. Целый день прошел, я собиралась позвонить терапевту. Так и не позвонила. Про зуб вообще он не болит, как бы, да. Но, блин, я улыбаться теперь не могу во все 32. Тоже надо пойти сделать. Ой, найду на все время. Я сейчас просто после поездки ищу облако. А через полторы недели снова уезжать. Снова в Москву. Вот, поэтому, поэтому, поэтому. Я еще такая вся. Короче, вот такая вот. Так что, хорошо, день сегодня провела. Вот, завтра я иду на ноготочки, наконец-таки, сделаю. Ой, вы, наверное, не видите. Вот так. Больше меня видно. На ноготочки пойду сделаю, потому что уже отросли. Не знаю. Сейчас, кстати, выбираю. У меня есть идеи какие-то? Зай потише, Дэнь. У меня есть идейки, какой маникюрчик я хочу. Но надо найти, чтобы был пример. А то получится. Не то, что я бы хотела. Кстати, курочка уже готова. Сейчас, я думаю, положу Дэнечку спать. И, возможно, даже перекушу. А, может быть, не перекушу. Я уже съела бутерброд, не дождалась я курицы. Но надо попробовать, насколько она пахнет, насколько соль и аромат, вот это все, ну, от Фаберлик, да, вот эта соль влияет на приготовление. Так что, я думаю, уложу Дэнечку и пойду смотреть, или есть курицу. Нюхать, или есть курицу. Вот. В общем, завтра много дел, много съемок. У меня там 1500 пакетов лежит. И надо все снять. Вот. Показать вам. А, и рубрику «Дорого, дешево» я переношу на второй канал, потому что я вижу, что на этом канале вам она не особо зашла. Вот. Может быть, она про покупки. И это скорее будет на второй канал, поэтому рубрику эту переношу. Вот. Так что, кому была интересна эта рубрика, то на второй канал подписывайтесь. Там эта рубрика будет, и уже готовое новое видео скоро будет там. Вот. Также можете подавать свои идеи, чтобы вы хотели, чтобы здесь вместе со влогами, какая бы рубрика была бы вам интересна. Я открыта к новым идеям. Так что все, пойду пока малыша уложу спать. Дань, говори всем, спокойной ночи. Да, все спокойной ночи. Мы пять минут смотрим мультики, и потом спать. Хорошо? Все, супер. Завтра в садик идешь? Да. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Роман бесподобный. Я все-таки съем немного на ночь. Кстати, сейчас только вспоминаю, что в Фуберлик я заказала такую форму стеклянную вместе с крышкой. Специально, чтобы готовить в ней. Вот, например, сейчас приготовила, да? Я вот тогда без фольги буду готовить. Приготовила, закрыла крышкой, остыла, убрала в холодильник. Это тоже покажу ее в распаковке своей на втором канале. Надеюсь, она будет классная. Но она побольше по размеру. Единственное, что по глубине она, наверное, чуть менее глубже. В общем, будем с ней пробовать готовить тоже. Я вам скажу, это божественно вкусно. Я даже думаю, немножечко прям взять на картошечку. Смотрите, под копчение. Потому что надо было больше солить. Мне прям не хватает соли. Сейчас так попробую. Аромат сразу. Вкусно. Очень вкус. Рекомендую. Очень ароматная соль. Прекрасная. Ну что, я поела хорошо. Включила какой-то сериал. Вот первую серию. А, или нет, вторую. Нет, или первую серию. Смотрю, не поняла. Про Чумного доктора. Что-то это, Детектив Гром, Чумный доктор. Что это такое? На Netflix, знаете, в тупе находится. Вот смотрю. Ну что, мои хорошие. Время 20 минут первого. Уже пора идти спать. Иначе я не высплюсь. Нашла несколько вариантов маникюрчика. Такого яркого, интересного. Который я еще вообще никогда не делала. Набрала маникюр 2021. И интересные варианты выпали мне. В общем, в следующем влоге вы уже увидите мой новый маникюрчик. Обязательно вам покажу. И много чего интересного. А сегодня я, наверное, с вами уже прощаюсь. До следующего влога. Кайфую. Еще раз повторюсь, отдохнула в Москве замечательно. Скорее жду, когда брат пригласит в гости у племянницы мой день рождения совсем скоро. Я готовлю подарок и семье. И надо подготовить Настюше что-то на день рождения. В общем, все встретимся с удовольствием. Короче, я отдохнула, я счастлива. Я всем желаю так отдыхать, чтобы было потом такое удовлетворение, приподнятое настроение, расслабление и жизнь по кайфу. Все, я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы узнавать первыми о видео. Все полезные ссылки будут под видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok